Президент Украинской Ассоциации Внешней Политики, чрезвычайный полномочный посол Владимир Хандоги присоединяется к нашему эфиру. Владимир Дмитриевич, приветствую. Здравствуйте, добрый день, добрый вечер. Владимир Дмитриевич, важный визит, официальный визит, рабочий визит украинского президента в Великобританию, а там параллельно, помимо непосредственных встреч с представителями Великобритании, еще и участие в саммите Европейского политического сообщества. Ряд встреч, ряд обсуждений, важных обсуждений. Можем ли мы разделить их по важности, ну допустим, что из этого наиболее перспективно. Новые соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности или в оборонной отрасли, о чем президент украинский говорил с рядом европейских лидеров. Заявление относительно, даже не так, обсуждения возможного расширения радиуса применения западного оружия или же, и уже не впервые, да, эта тема поднимается, дипломатические усилия, направленные на завершение войны, развязанной Российской Федерацией против Украины. Ну, все вышеперечисленное вами. Очень сложно выстроить какую-то иерархию и сказать, что это более важная тема, это менее важно. Все эти вопросы озвученные, они есть очень важными на повестке дня наших отношений с Великобританией. И все это в комплексе, естественно, приближает нас к решению тех вопросов, которые стоят перед Украиной. Конечно, ну, скажем прямо, участие в саммите, мне кажется, на мой взгляд, это был, собственно говоря, повод. Я не думаю, что этот саммит принял какие-то очень важные прорывные решения. Вместе с тем, это, естественно, было важное событие с точки зрения встречи многих государств Европы, практически всех, и как бы выработки, если насколько это возможно, общего подхода, общей позиции по тем или иным проблемам. Ну, не по тем или иным проблемам, а по проблемам, касающимся Украины и агрессии России против Украины. Но все-таки вот эти двусторонние встречи и, в частности, контакты с британским руководством, они являются очень важными. Нужно еще добавить, что сегодня произошло еще одно очень важное событие. Это участие президента Зеленского в заседании Кабинета министров. Это впервые с 1997 года, после того, как президент Клинтон принимал такое участие, вот опять нашего президента пригласили на это заседание. Такой практики, в принципе, не существует. И это является еще одним свидетельством важности отношений Украины и Великобритании. В конкретном плане, конечно, я думаю, что лейтмотивом всех встреч была вот эта пресловутая формула применения оружия, дальнобойного оружия, которое предоставляет нам Великобритания по целям глубоко находящимся на территории Российской Федерации. Тем более, что, как мы говорим, слово не воробей, Кир Стармер в первый день или в первые дни свое пребывание на посту обмолвился, что, дескать, у нас нет возражений против такого применения. И тут же, по факту, ну, было это заявление дезавуировано. Поэтому я думаю, что эти переговоры, в центре этих переговоров стоял, собственно, вот этот вопрос. И у меня такое ощущение, что, эвентуально, все-таки Великобритания должна согласиться с справедливостью, ну, скажем, не требованиями Украины, но, ну, может, даже и требованиями Украины, потому что они отвечают в здравом смыслу. Россия может применять в нас оружие с территории своей, и мы не можем ответить на это применение. То есть, я думаю, что зреет решение этой проблемы так же. Ну, и остальные встречи с королем, конечно, это встреча очень важная с точки зрения, скажем так, консолидации общества. Король – это, ну, символ нации, и это очень важно. Но в практическом плане король не занимается вопросами внешней политики, и, тем не менее, я думаю, это также очень важно. То есть, визит успешный. Ну, еще одно, вот тут, скажем, на ролике было видно интервью. Это я хотел бы особо подчеркнуть, что интервью, которое дал президент BBC, оно очень, скажем так, ну, серьезно прозвучало здесь. Оно транслировалось не только на BBC, потом комментировалось многими другими каналами. Оценка этого интервью – это мощный такой сигнал со стороны украинского президента о решимости продолжать борьбу с российским агрессором. И, я думаю, оно повлияло серьезно на общественное мнение в Великобритании. Да, тут следует отметить, что BBC является государственной корпорацией в Великобритании. Действительно, это серьезное средство массовой информации, средство массовой коммуникации, и которое очень часто, правда, заигрывается в заголовке. Очень часто заголовки у BBC касательно и войны, развязанной Российской Федерацией против Украины, и ситуации, скажем, на Ближнем Востоке, ну, как будто бы они занимают сторону агрессора очень часто. Но именно в заголовках. Просто люди очень часто дальше заголовков не доходят, и в этом тоже заключается проблема. Владимир Дмитриевич, скажите, пожалуйста, почему так выходит, что представители тех государств, которые во всеуслышание заявляют о том, что выступают против расширения радиуса применения западного оружия украинскими войсками, имеется в виду по военным объектам Российской Федерации, их позиция довольно четко озвучивается. Те же, кто, наверное, поддерживает подобный вариант развития событий, всегда довольно завуалированно это делают. Даже, например, заявление министра обороны Великобритании Джона Хилли, который сказал приблизительно следующее. Значит, Лондон, скорее всего, не будет против того, чтобы Украина била по военным объектам на территории России ракетами Storm Shadow, но не будет помогать поражать цели. Окей, по поводу не будет помогать поражать цели, тут все понятно. Но, скорее всего, не будет против? Ну, это же так витиевато. Это витиевато, это дипломатические приемы. Ну, нужно исходить из того, я думаю, что главной причиной, почему нет однозначного высказывания в пользу разрешения применять такое оружие в Украине, это позиция Вашингтона, позиция Соединенных Штатов Америки. В силу тех или иных причин, ну, нам понятно, может быть, в силу каких причин конкретно, Соединенные Штаты занимают вот такую, ну, очень жесткую позицию против применения. Хотя она также, надо отдать должное, претерпела определенную эволюцию еще до недавнего времени, это было тотальный запрет, а сегодня все-таки Вашингтон позволяет применять оружие в тех районах, в частности Харьковской области, которые, как бы, межуют, ну, ограничат с Украиной. Да-да-да, прилегающие районы. Прилегающих районах. То есть вот такой маленький шажок в сторону, в направлении, как бы, позиции Украины они сделали, но этого явно недостаточно. Вот поэтому такая позиция Соединенных Штатов Америки, она, в общем-то, влияет и на политику, и на позицию, вернее, других стран. И поэтому даже те наши союзники и друзья, как Великобритания, они вынуждены каким-то образом завуалировать и, так сказать, перекрывать свои решения. Владимир Дмитриевич, я прошу прощения, что перебиваю. Скажите, пожалуйста, а это влияние, оно прямое или косвенное? Ну, то есть имеется в виду, например, Великобритания самостоятельно в своем решении, если она вдруг поддержит подобный шаг и скажет об этом всеуслышание, это будет означать, что это их самостоятельное решение, или это решение они должны были обговорить изначально с представителями Североатлантического альянса, или конкретно с представителями Белого дома? Ну, безусловно, Великобритания суверенно сама принимает решение по отношению к тому вооружению, которое она производит. И модальность его применения тут совершенно очевидно зависит только от нее. Но, опять же, но Великобритания является членом НАТО, у нее очень тесные союзнические отношения с Соединенными Штатами Америки, со стороны США идут или предлагаются какие-то аргументы, которые Великобритания должна учитывать, наверное. То есть тут нельзя так однозначно сказать, что она может как бы махнуть рукой на то, что думает Соединенные Штаты Америки, и будет делать то, что она считает нужным. Я думаю, все-таки вот этот этап или, скажем так, форма консультации, она присутствует, и все-таки желательно, чтобы созрело общее решение, по крайней мере, решение большинства государств, членов НАТО, разрешить Украине применять это вооружение. Ну, тем более, что все-таки вооружение, которое производится в Соединенных Штатах Америки, а прежде всего мы говорим об этом, в том числе и F-16, между прочим. Это тоже вопрос, какой радиус действия будет позволен этим самолетам. Ну, поэтому позиция Соединенных Штатов Америки остается все-таки здесь определяющей. Хотя я подчеркиваю, и если спросить формально, британцы, естественно, вам ответят, что мы суверенны в принятии этих решений. Вот пока это остается вот на такой стадии, ведутся, как я понимаю, в том числе и в Лондоне сегодня, и вчера, эти переговоры, вот чем это все закончится. Но есть ощущение, что все-таки нам удастся додавить, скажем так, наших партнеров, союзников, я не знаю, там, друзей, чтобы... Потому что на нашей стороне, ну, кроме всего прочего, просто здравый смысл. И если мы хотим, или они хотят помочь Украине, то, что они декларируют, ну, пусть они говорят не проиграть в войне, но мы считаем победить агрессора, и чтобы восторжествовал принцип торжества права, сила права, а не права силы, то тогда такое решение просто необходимо принять и как можно скорее. Вы очень четко подметили, что легко и просто невооруженным глазом наблюдается та самая зависимость решений, которые принимаются сегодня европейскими лидерами от тех решений или той позиции, которую озвучивают представители Белого дома, в частности, все это в контексте участия в Североатлантическом альянсе и так далее. А наблюдается ли обратная связь? Ну, например, определенные решения европейских лидеров или определенные решения лидеров стран Балтии и Нордики, которые, в свою очередь, влияют на изменение позиции представителей Белого дома или Пентагона? Ну, хотелось бы верить в это, но будем откровенны. Я лично не вижу серьезных рычагов воздействия других государств альянса на позицию Соединенных Штатов Америки. Это нельзя говорить, что Соединенные Штаты игнорируют такие высказывания. Они существуют. В общем-то, я в свое время работал в НАТО и знаю, ну, не в НАТО, а в представительстве Украины, при НАТО, знаю, как происходят эти все консультации в рамках этого альянса. И, конечно, государство высказывает свою позицию по тем или иным вопросам. Вообще там существует правило консенсуса, но вместе с тем все признают, что реального воздействия, ну, скажем, на изменение позиции, если она уже принята Соединенных Штатов Америки, эти государства даже в сумме своей, ну, не имеют такого достаточного влияния. А Соединенные Штаты Америки, будем это тоже откровенно отмечать, имеют влияние на те или иные решения государств-членов НАТО. Хотя это, конечно, более комплексный вопрос. Поэтому это все происходит в условиях дискуссий, в условиях обсуждений, но не нужно преувеличивать вот значение. Мы же слышим, как и, вы же сказали, и нордические государства, и наши друзья, та же Литва, Польша, другие балтийские государства, они активно и выступают и за членство Украины в НАТО, и за применение оружия по целям в Российской Федерации. Но Вашингтона, позиция и слово Вашингтона в данном случае имеет серьезное, ну, решающее значение. То есть, ну, я думаю, надо продолжать, и нам нужно консолидировать усилия вот этих стран, которые, скажем так, дискутируют, я не хочу сказать, что в оппозиции к Вашингтону, потому что там не рассматривается вопрос оппозиции. Нет, нет, это диалог, это полноценный диалог, да. Это дискуссия, и нам нужно вот консолидировать, находить дополнительные аргументы, предъявлять их нашим уже, так сказать, сторонникам таким серьезным и проверенным, для того, чтобы они, в свою очередь, влияли на Соединенные Штаты. Пусть они продолжают это влияние. Но сейчас, понимаете, тут накладывается еще одно обстоятельство, это предвыборный год. И, естественно, в Соединенных Штатах Америки сегодня вопрос номер один. Это Байден, его здоровье, кто будет, кандидат и все остальное. И вот эти все нагальные, такие актуальные вопросы для Украины на сегодняшний день отходят на задний план. Владимир Дмитриевич, еще во время визита Зеленского в Великобританию обсуждался среди прочих важных вопросов еще и вопрос дипломатических усилий, направленных на завершение войны, развязанной Российской Федерацией против Украины. Как вы считаете, какими могут быть эти дипломатические усилия? Очень важно еще, в каком контексте и в каком формате они могут быть. Ну, мне представляется, что сейчас прозвучали некоторые высказывания, которые создают немножко такой интересный, несколько другой политический контекст. Не отказываясь от нашей базовой позиции о необходимости возобновления суверенитета Украины на всей территории Украины, все-таки со стороны руководства Украины начали звучать такие тезисы о том, что часть территорий мы будем возвращать не силой, а вот политическими усилиями. Честно говоря, я не готов сейчас комментировать. У меня возникает больше вопросов, чем я могу иметь ответы на эти констатации. Но, вероятно, разрабатываются какие-то планы. Я думаю, что, в общем-то, Кринское общество вправе ожидать каких-то разъяснений. А какие территории мы будем возвращать силой, а какие переговорами. Но то, что возрастает элемент переговорного процесса, и не просто для фиксации достижений вооруженных сил, а для урегулирования, вот это мы имеем сегодня по факту. То есть я, естественно говоря, не знаю, на что рассчитывает Украина, скажем, заявляя о необходимости, готовности до ноября месяца практически провести второй саммит с участием Российской Федерации. Об этом все чаще и чаще стали говорить. И наши призывы к нашим партнерам, которые около ста принимали участие, скажем, в швейцарском саммите, оказывать влияние и давление на Россию, и для того, чтобы она согласилась сесть за стол переговоров. Но с какой повесткой дня? То есть очень много неизвестного. Я, честно говоря, это выходит за рамки таких классических представлений о ведении переговоров, которые, ну, как бы, лежат в плоскости достижения вооруженных сил, которые доходят до какой-то определенной точки, далее которой, допустим, они не имеют возможности продвигаться, и тогда наступает процесс переговоров. Да, все войны заканчиваются миром. Все войны рано или поздно заканчиваются переговорным процессом. Но вопрос, от какой точки отсчета мы будем вести эти переговоры, из каких позиций и какие требования мы будем класть на стол переговоров. Очень много вопросов. Честно говоря, на них ответы может дать только руководство страны. Да, это важнейшие факторы, поэтому от них очень многое зависит. Вы совершенно правы. Поэтому ждем появления больше конкретики, поскольку ее как раз очень часто сегодня не хватает. Владимир Дмитриевич, спасибо большое. Спасибо за то, что присоединились к нашей трансляции. Владимир Хондогий, президент Украинской ассоциации внешней политики, чрезвычайно полномочный посол присоединялся к нашему эфиру.